Всем привет! Меня зовут Катя. Сегодня в роли интервьюера я хочу поговорить о Drum'n'Base в столице и о молодом и сильно перспективном проекте Data Moscow, которому, кстати, в декабре исполняется один год. Хочу, чтобы о проекте рассказал его создатель, идейный лидер Юра. Юра, привет! Привет, Катя. Ты из Москвы? Я из Владивостока. А это где? На другом конце страны, возле Японии, Кореи и Китая. Класс! А там есть интернет? Интернет там есть. Если бы не было бы интернета, не было бы Drum'n'Base. Собственно, мой вопрос. Как вообще британская музыка докатилась до Владивостока? Благодаря интернету и первому в стране джангл джангл джангл.ру. Его сейчас уже не существует. Именно с него лично у меня все началось, и оттуда я стал знакомиться с этой музыкой и слушать первые треки. Юра, так уж получилось, что многие знают тебя как диджея. Как ты думаешь, для тебя лично, когда все началось? Ну, для меня лично все началось с 2000 года. Вот как раз-таки с того самого джангл.ру, когда я стал увлекаться музыкой. Тогда же я занимался брейк-дансом. И я понял, что мне хочется диджеять. Как только у меня появилась возможность диджеять, я бросил танцы и полностью с головой окунулся в диджеинг, в Drum'n'Base диджеинг. Это все чуть-чуть позже случилось, в 2002 году. А ты помнишь тот момент, когда ты понял, что вот оно? Что это было? Первая кассета или трек из проезжающей маршрутки? Или что? Ну вот, как раз-таки джангл.ру выкладывал, по-моему, 10 треков в месяц. Лучших 10 треков в месяц, или что-то в этом духе. И там одними из первых релизов, которые меня зацепили, был трек «Скептик Диаграмм». Не путайте с «Скептикл». Потом трек «Дом и Роланда». Это была оборотка «Punish Me» «Sky Spirits». И именно вот эта вот темная такая глубокая атмосфера меня цепанула. Я ничего до этого подобного не слушал. При этом я уже был знаком с брейкбитами, естественно, как и все в России, и там про-диджей и прочее. Но именно такую атмосферу я услышал впервые. И тогда я понял, что я хочу диджеить, и я хочу диджеить и драм-н-бэйс. Учитывая, что никто тогда в «Володистоке» и драм-н-бэйс не играл. Сейчас ты один из самых скилловых диджеев, я думаю, в стране. Ты, наверное, единственный, кто не использует кнопку «Sync». Но ты лукавиш, но никто не использует. С легкостью может сыграть трех дек на виниле. Но опустим все это. Вот сейчас в Москве можно запросто научить любого человека миксить, прыгать в толпу со стола и вообще сделать супер-шоу. А как учился ты? Я учился по интернету, по первым ранним видео британских диджеев. Как раз-таки даже это был уже в дальнейшем портал BreakBit.co.uk, драм-н-бэйс-арена существующий до сих пор. И они выкладывали какие-то сеты с клубов. Я как сейчас помню, что больше всего меня поражало НДС, когда он делал вещи уже в те годы. Именно по его видео я, в принципе, учился. То есть это был мой такой ориентир. Причем ориентир как бы долгие годы именно с технической стороны диджеинга, если ты об этом. В музыкальном плане это уже немножко другая история, немножко не моя история сейчас. НДС как диджей меня, можно сказать, на меня сильно повлиял. Кто из диджеев тебя может поразить до сих пор? Сложный вопрос. Меня недавно кто-то спросил на вечеринке, кого ты котируешь из диджеев. И я задумался. Из драм-н-бэйс-диджеев. Я задумался, потому что если раньше я бы мог назвать того же НДС, не знаю, там, Рандала, там, или, не знаю, того же Фрикшена, да, который всю жизнь пытается тоже быть крутым. Как НДС. Да, прости, Фрикшен. У всех свой путь. Я, безусловно, что-то почерпнул от английских коллег, да, но сейчас тяжело мне сказать серьезно, кто меня поражает вот именно в технической части драм-н-бэйс. Наверное, не знаю, это не нужно. Я могу сказать, какая музыка мне нравится, но это уже другой вопрос, да. Да. Сегодня мало кого удивишь диджейским скиллом, но, может, у тебя получится взять опытом. Скажи, сколько лет ты отдал драм-н-бэйсу? Ну, тут все просто. 2019 минус 2002. Вот столько лет. С математикой у тебя хорошо. Да, причем это были именно сеты на вечеринках. То есть это не просто диджейинг дома в спальне, а именно такой диджейинг в клубах, на людях, скажем так, да. Ну, то есть такой более постоянный, что ли, если можно это так назвать. Слушай, за 17 лет столько всего поменялось и в носителях, и в сетапах. Вот вопрос. Какой самый странный диджейский сетап ты помнишь? У меня или у ребят? У тебя? Самый странный? Ух, хороший вопрос. Ну, я как-то сразу довольно быстро перешел на винил, хотя учился. Тогда еще винил заказывать было неоткуда, во Владивосток. И учился я на CDJ 100S. Ну, наверное, это был самый странный диджейский сетап. Потом в моей жизни появились пластинки и техниксы. После них появился DVS, Serato. Ну, эстетика винила сохранялась. А микшер-то хоть был? Был странный микшер, такой более звукорежиссерский, наподобие, вот как у нас здесь стоит в студии. И я пытался сводить через него. Но это было прикольно, это дома у меня было. Потом я его заменил на какой-то ранний французский микшер, я не помню. Возможно, это был эклер, что-то в этом духе. Он был уже такими не очень исправными фейдерами. Они кряхтели на верхних позициях. И я заклеил просто верхнюю дорожку скотчем и упирался в скотч. Но это был мой такой лимитер. И в то же время, чтобы фейдера не кряхтели. И, кстати, именно на них я записал, на нем, вернее, я записал большую часть своих ранних-ранних миксов, если кто-то знает. Как они назывались? По-разному назывались. Ну, такая самая серия, которая лично мне дала такой какой-то буст, что ли, какую-никакую известность в интернете, это была серия Champion Sounds. По-моему, от первого до одиннадцатого микса. Я их выпускал, ну, примерно раз в полгода. Я сейчас, честно говоря, уже не помню. А почему ты выбрал винил? Ну, тогда все диджеи играли, такие хорошие диджеи играли на виниле. И на самом-то деле от себя могу сказать, что винил оказался очень удобным форматом. С ним до сих пор приятно иметь дело, приятно на нем играть, покупать. Ну, я думаю, все, кто так или иначе играет на виниле, играл, имел возможность, понимает, о чем я говорю. Как у тебя появилась твоя первая пачка винила? Первые пластинки я купил за границей. По счастливой случайности я поехал учиться в Окленд, Новую Зеландию, учиться языку английскому. Я уже играл, и первым делом я пошел в виниловый магазин и начал покупать там какие-то пластинки. Это были свежие релизы того дня. И там я оттуда привез первую пачку, я сейчас не помню, пластинок 30, наверное, что-то около того. Да, и там же я посетил как раз-таки первые свои вечеринки с иностранными звездами. Как сейчас помню, тогда сильно гремели Concord Don, ну, понятно, да, со своими супер-хитами Morning Light и так далее. Там в магазине я встретил Мэтта из Concord Don после его выступления. Я был на его выступлении за ночь до. И я ему сказал, что, блин, слушай, я из Владивостока, было бы классно тебя как-нибудь привезти. Он сказал, да, я с радостью приеду. Ну, это уже, наверное, другая история, но спустя несколько лет я все-таки его привез во Владивосток. И он был одним из первых иностранных артистов, кто выступал во Владивостоке. Чем тебе поразили новозеландские тусовки? Запомнилось что-то оттуда? Сам Окленд не сильно большой город, не сильно Новозеландия, не большая страна, она удалена. Но там мне показалось, что сцена достаточно сильная была на тот момент. То есть вечеринки проходили регулярно. Было много уже на тот момент сильных музыкантов, продюсеров, диджеев и как раз-таки привозы. Помимо этого я был на выступлении Диллинджа Леманди. То есть это как бы, ну, сейчас я понимаю, что тогда я застал прикольные мероприятия. Ну, помимо этого еще были какие-то другие ивенты, ну, так или иначе. Я знаю, что на своей вечеринке в один прекрасный момент ты стала звать гостей, своих любимчиков. Вот, кто был первый? Неужели ты сдержал обещание? Ну, там получилось. Я, честно говоря, не помню, кто был первый. Именно если брать иностранцев, это одна история, если брать русских артистов, то первым был Subwave, да, по-моему. Привет, Глеб. Да, привет, Глеб. А вторым был Пол Би, некогда суперизвестный музыкант во всем мире, наш российский из Москвы. Сейчас он живет в Америке. Паша, тоже привет, если увидишь. Это те ребята, которые выпустились у техника Лыч на лыбке. Да, первые российские музыканты, которые стали выпускать свои пластинки за рубежом. Урок истории у нас сегодня получается, да. История российского Jungle Drum and Bass. Ну, на самом деле, многие, наверное, об этом могут уже знать. Можешь вспомнить, кого еще из крутанов ты приглашал на свои пати? И где это было? Это было в ночном клубе, арт-директором которого я был. Назывался он Deja Vu. И от этого клуба мы делали крупные ивенты, которые назывались Double Energy. Ну, как бы сейчас я не буду вспоминать, кто там конкретно где играл, но так или иначе, в Владивосток посетили, ну, такие ребята, как The Beats, Каликс и Тиби, Optif. Ну, много кто. State of Mind, Diesel Boy, Links. Потом... Ну, в общем, очень много артистов. Сейчас, наверное, нет смысла их перечислять. Из нереализованного. Кого ты не успел пригласить? Кого еще хочешь? Кого мы не успели привезти, так это NDC и, наверное, Goldie. Ввиду разных причин, ну, и финансовых в том числе, потому что тогда это было, ну, дороговато. Мы как-то вот не осилили, чуть-чуть не дотянули. Какой самый забавный или опасный момент с артистами ты помнишь? Ну, самый забавный, это, наверное, история с Diesel Boy, потому что она, как бы, началась еще на вечеринке и продолжилась после. И еще была история с Тиби очень классная. С Diesel Boy получилось, что кто знает этого суперскиллового диджея из Штатов, знает, что он всегда носит кольца. У него было кольцо от его друга, создателя бренда DC, DC Shoes, какое-то именное, которое сделано было специально на заказ для него, одно из этих колец. По-моему, там, я сейчас не помню, честно говоря, может быть, это был логотип DC, а возможно, это был череп и внизу где-то было. Вот там было написано, что для Дэмиана. И, в общем, на вечеринке, как это бывает, он это кольцо обменял какой-то девочке на обычное кольцо. И, ну, вы представляете, делать крупные мероприятия, я приехал домой, мы отвезли Дэмиана, я только хотел ложиться спать, и он мне звонит и говорит, слушай, я поменялся кольцом, я бы хотел его вернуть. И это было в 8.30 утра или что-то в этом духе, и я подумал, блин, как это сделать? Ну, благо, как бы получилось через каких-то далеких знакомых вспомнить, с кем он общался, найти ту девочку. По-моему, она уже спала, телефон не брала, и как-то там ранним утром, там, может, часов в 11 утра мы до нее дозвонились, уговорили, убедили, что кольцо надо вернуть, поменяли кольцо. Это еще не конец истории, на следующей неделе после Владивостока он должен был играть в Сеуле, ему так у нас понравилось, что он сказал, ребята, давайте поменяем билеты. Мы поменяли ему билеты, и он играл на следующий день в клубе на 200 человек. Бесплатный сет с бесплатным входом, ну, это как бы было прикольно. И еще одна история мне запомнилась, история с Тиби, которому мы привезли. По-моему, это был декабрь, шел дождь, и ночью ударил минус, ударили морозы, и все заледенело, и аэропорт заледенел. Обычная история. Да, обычная история. Все рейсы были отменены, Тиби к этому готов не был. Он хотел улететь всеми возможными способами. Мы приехали в аэропорт, по-моему, в 8.30 утра у него был вылет. Но авиакомпания рейс не отменяли, они просто переносили на 2, на 3 часа, и мы все помятые спали в машине до вечера. Вот, только вечером появилась конкретика, что рейс будет перенесен еще, как бы, на следующее утро, что аэропорт не успевает почистить, ну, и получилось, что мы вернулись в город. Он сначала не совсем понимал, что происходит, говорил, давайте поедем в ближайший аэропорт, это ближайший аэропорт, ну, по крайней мере, с Владивостока, это был Хабаровск, 800 километров. По этой дороге ехать было нереально. Мы сказали, что, ну, блин, это очень рисково, нам лучше переспать, переждать и нормально улететь. Потом он меня понял, на следующее утро, когда мы уже ехали в аэропорт, он сам мне сказал, захвати CD-рки и записал мне тогда кучу-кучу анрелизов, как бы, лейбла субтайтлс. И я тогда, честно говоря, вообще опешил, подумал, вау. То есть для меня субтайтлс был, как бы, ну, большой частью, да, и какие-то получить доплейты субтайтлс было практически нереально. И с тех самых пор мы как-то так вот, эта ситуация нас довольно, как бы, сблизила. Мы потом второй раз встречались тоже во Владивостоке с Тиби, тоже привозили его уже с Калексом, back to back. Потом еще виделись в Москве, и как-то периодически чуть-чуть переписываемся, ну, и как-то, то есть, вот с тех самых пор так более-менее общаемся, можно сказать. Получается, с этого момента ты стал промоутером. Можешь рассказать, промоутер это кто вообще, какова миссия? Ну, промоутером я стал с самого начала, потому что негде было играть, я стал делать вечеринки, чтобы на них играть драма-бейс. Промоутер – организатор танцевальных мероприятий. Ну, и наверняка еще под промоутером понимают чувака, который раздает листовки у метро. Но мы сейчас говорим про организатора танцевальных мероприятий. Да, конечно. Ну что, теперь ты здесь. Какие планы? Получил ли ты регистрацию? Разрешение на работу? Регистрацию я получил, планов много. Ну, чтобы о них рассказать, наверное, стоит вообще рассказать, да, о проекте. Что это, как это получилось, да? Да, пожалуйста. Да, там была шутка, ты ее не понял, но ладно. Прости. Про разрешение на работу, регистрацию, блядь, что ты не сообразил? Ну, я получил регистрацию. Вот так и скажи. Ну что, теперь ты здесь. Какие у тебя планы? Я нахожусь в Москве уже 7 лет, и после переезда вечеринки делать не планировал. Бежал от себя, получается, что мне хотелось заниматься драм-н-бейсом, писать музыку, играть, но не делать вечеринки. То есть в какой-то момент после 10 лет постоянных ивентов я подустал. Я подумал, что все, надо сделать перерыв. Но получилось, что после переезда все пошло не по плану. Вот, вечеринок, ну, прямо-таки вау, вечеринок я как-то не увидел. Меня это немного огорчало, выступлений было очень мало. Москва встретила, ну, как бы не совсем так, как я планировал. Хотя я вроде как подготовился к переезду, но все пошло не по сценарию, да, как я уже сказал. Получается, ты как успешный промоутер с такой историей, фидбэком, просто решил отдохнуть здесь, на вечеринку. Получается, да, наверное. Это не сработало, но, с другой стороны, этот перерыв дал мне сил, энергии, какого-то переосмысления уже в ситуации здесь, чего не хватает московскому драм-н-бейсу. И, как бы, вот все меня, кто знает хорошо, подбивали, давай делай ивенты, давай делай ивенты. Я бегал от этого вопроса, не делал ивенты. И, честно говоря, ну, в какой-то момент, это уже, наверное, 15-16 год, я был на неком распутии. Драм-н-бейс, релизы мне почему-то тогда перестали сильно нравиться, потому что сцена сильно двинулась в жесткую сторону. Я играл раньше достаточно жестко, ну, по-разному, но мне нравился вот такой около-текстеп, да, там, что-то, нейрофанк, если хотите, формат. Ну, хотя нейрофанк, к слову, мне не очень нравится. А как раз-таки в эти годы, 15-16, сцена сильно ушла в тяжелую музыку. Я подумал, что, блин, здесь уже как бы нет, не чувствуется какой-то души, нет вайба. Было недостаточно материала, чтобы вот я прям заряжался, да, там, какой-то был стимул прям начать делать ивенты, играть регулярно. Как раз-таки вот все произошло, как произошло. Так и получилось, Дейта. Ну, да, Дейта получилась на самом-то деле с еще одним человеком, с Глебом Сабвейвом. Он мне говорил, давай делать ивенты, давай, давай вместе попробуем. Я подумал, блин, и вроде музыка стала классной появляться, подумал, ну все, Глеб, давай делать. Написал список каких-то возможных названий, вот, ну, у меня с названиями всегда было более-менее легко. То есть я просто написал сам перед сном штук 20 названий, думаю, как бы эту вечеринку назвать. Вот предыдущая моя вечеринка длиной в 10 лет называлась Decoded, и как бы, ну, расшифрованы, да, как бы не совсем понятно, немножко оставляла такую почву для размышлений, абстрактное немного название. И я здесь написал тоже кучу каких-то названий. Когда-то я придумал себе альтер-эго, как музыкант, потому что если я не буду писать Drum and Bass, буду писать какую-то другую музыку, там, техно какую-то. В техно меня стали поражать какие-то подходы, что продюсеры возвращаются назад, пишут треки на Ли-Тут, то есть лайвом играют, без секвенсора, записывают все это и релизят. Я подумал, вау, типа, так было в 90-х, и это звучит как бы сыро, но при этом это свежие релизы. И, ну, вот это сыро мне как-то запомнилось, типа, ро, да. Я подумал, ро, ро, но записал ро, потом, позже я уже анализировал, почему как бы прибавилось дейта, может быть, из-за робдата, да, робдейта, конфликт робдейта, да, кто помнит. Возможно, но я как бы так вот ассоциаций прямых не было. Я написал ро дейта, сырые данные, подумал, вау, классное название для альтер-эго, чтобы писать какое-то сырое техно. Вот, но до техно я так и не дошел. И это название я просто записал в список возможных вариантов для вечеринки. И Глеб мне сказал, слушай, прикольно, вот эта прикольная концепция, но только давай уберем ро, потому что, ну, как бы, давай, типа, кратко, сестра таланта. Глеб, кстати, в этом мастер, у него вот, он молодец, то есть он может прям брать какие-то простые идеи и делать их и оригинальными, и цепляющимися. Он мне говорит, давай оставляем дейта. Я говорю, ну, дейта, наверное, классно, в принципе, но искаться, наверное, не очень будет, потому что слово популярно. Давай добавим двоеточие вначале. Ну, вот, собственно, так и получилось само название. В каком формате проходят вечеринки? Вечеринки проходят в ежемесячном формате. Это локальные вечеринки, но именно так я их и задумывал. То есть, когда я сказал, что я понимал, чего не хватает в московской сцене, я понимал, что все промоутеры старались возить, а в тот момент возить было не для кого. Сцена разбежалась, молодежь не приходила, то есть их как бы увлекали другие жанры, это абсолютно нормально, но я понимал, что если сцены нет для кого возить, и любой привоз артиста, который, ну, чуть-чуть не попадает под какой-то устоявшийся московский такой известный формат, был в минус. То есть я плотно общался с другими ребятами, и я понимал, что нет, привозы — это не панацея, нужно делать по новой сцене, так же, как я это делал в Владивостоке. Я подумал, да эта формула до сих пор рабочая. Нужно сделать резиденцию, приглашать на нее самых сильных артистов России, а у нас в России очень много действительно классных музыкантов, диджеев, ничуть не хуже уровнем, чем иностранцы, и, ну, на этом концепте, собственно, мы и поехали. Вот, да, первые вечеринки мы делали совместно с Глебом, чуть позже просто мы приняли решение, что надо, ну, как бы расходиться. Вот как раз про привозы. Как ты думаешь, на мероприятиях в Москве насколько важен привоз? Что это вообще такое? Это капусту по утрам привозят? Привоз? Ну, как бы, я не знаю, что сказать на этот счет. Привозы, безусловно, нужны. Это нас обогащает, впечатляет и как бы дает мотивацию двигаться дальше. А тебе не кажется, что в этом случае пати превращается в концерт? Да, есть такое дело. То есть вот о чем я и говорил. Нет сцены, нет какой-то поддержки локальных артистов. Люди приходят просто на артиста, танцуют и уходят домой. И так происходит до сих пор. Вот если мы говорим про привозы, про сторонние привозы, не хочется как бы там расхваливать какие-то, ну, сильно наши вечеринки. У нас с этим все нормально. У нас как раз таки локальные артисты неплохо себя показывают. И это прекрасно. Так чем тебе нравится такой формат? Небольшой, локальный, но, как ты уже сказал, очень много музыкантов у нас есть, которых почему-то люди либо не успевают услышать, либо бегут на концерты. И опять же не знают. Чем тебе нравится этот формат? Ну, надо понимать, что все мы творческие люди, и самим музыкантам нужна какая-то поддержка, что ли. То есть они должны где-то выступать. Многие российские артисты выступают очень редко, крайне редко. При этом пишут отличную музыку и не могут как-то вот самовыражаться здесь в стране. Пытаются это делать на Западе, сталкиваются с огромной конкуренцией. Ну, это уже отдельная тема. И как-то немножечко чахнут, да. И я понимал, что нужно дать им раскрываться. Пусть они играют, что считают нужным. Здесь как раз-таки тоже в этом плане у нас творческая свобода. Если артист заявлен в лайнапе, то я никоим образом не говорю, что им играть, как им играть. То есть они показывают себя так, как хотят. Я считаю, что это справедливо. И более того, я знал, что многие артисты в Москве выступают, ну, совсем там, за крошечные гонорары. Или вообще без них. Мне казалось, что это дико. Ну, как мы понимаем, что вся эта андеграунд-сцена, это не про деньги. Но когда их вообще нет, блин, это как-то нечестно, что ли, да. И я понимал, что все равно гонорары должны получать абсолютно все артисты, кто заявлен. То есть это тоже была моя такая жесткая позиция. Да, у вечеринки есть своя экономика. То есть я, как экономист с неоконченным высшим образованием, могу сказать, что, да, я исхожу только из ситуации, вот что сейчас у нас есть. И сколько я могу платить. Но ребята это прекрасно понимают, и они видят, что гонорары могут варьироваться. То есть это не значит, что он один раз это играл за эти деньги, и всю жизнь будет играть за эти деньги. Вот, и, ну, не хочется там сильно расхваливать, но фидбэк после вечеринок хороший не только от людей, но и от самих артистов. То есть они получают удовольствие, мне приятно, что они как бы понимают, для чего это, и всегда идут навстречу. То есть ребятам, все, кто играл за этот год, вам огромнейшее спасибо. Прям вот то, что надо, да. У тебя всегда насыщенный и разнообразный состав на пати. Скажи, как ты выбираешь артистов или диджеев? Сложный вопрос. Не знаю, серьезно, я думаю об этом, безусловно. Я понимаю, что есть уже определенный костяк, ну, можно сказать, резидентов, да? По блату у тебя играет кто-нибудь? По блату нет. Никто никогда не играл по блату еще. Вот, есть костяк резидентов, он небольшой, но все равно он есть. Изначально это был я и Глеб, и ты, собственно, да? Сейчас еще в состав резидентов можно таки сказать, что пришел Кирилл Килайкс, который с недавнего времени, с октября месяца мне, помогает также с рекламой, за что ему большое спасибо. Как ты считаешь, нормально ли существование конкуренции драмбейс-сцене или тусовки здесь в Москве? Конкуренция не то, что нормально, конкуренция нужна и важна, я бы так сказал. Потому что ты смотришь, чему-то учишься и двигаешься только вперед. То есть работаешь, работаешь над собой. Это все не гонка, да, и не спорт. Мы просто делаем то, что любим, но так или иначе, я думаю, что в конечном итоге люди, которые приходят на вечеринки, только от этого остаются выигрыши. То есть они понимают, что ребята растут, промоутеры растут, пытаются удивлять, конкуренция нужна. Возможно, этого мне и не хватало во Владивостоке, кстати. Есть мнение, что все эти небольшие промо-команды в Москве должны сплотиться и не делить тусовку. Вот что ты считаешь? Я полностью согласен. Это еще была одна из концепций создания вечеринки. Что сцена была разрознена сильно. Я об этом уже говорил, где-то писал в интернете, возможно, кто-то уже об этом читал. Но сцена была сильно разбита, ребята конкурировали, не имея достаточного количества людей на ивентах, пытались конкурировать, что-то как-то там нелестно, возможно, друг от друга отзываться. Я сразу понимал, что этого нужно избегать, что нам нужно, наоборот, объединяться. И сейчас чувствуется, на самом деле, в этом отношении прогресс, что все начинают вновь коммуницировать и как-то делиться какой-то информацией, помогать друг другу даже с какой-то рекламой, с рассылками и так далее. Вот это классно. И с артистами в том числе. То есть то же самое. Сейчас дата проходит регулярно на месте когда-то известного НИИ. Скажи, тебя просили ставить техно? Техно еще не просили. А за деньги? Не, не просили. Я не знаю, есть ли ассоциации с НИИ на новом месте в нашем любимом рандом баре. Мне кажется, их уже не осталось особо. Вообще, ты хотел бы там устроить техно-туз? Ну, если бы роддейта получился, наверное, я бы хотел демонстрировать техно-туз. Ну, вообще, на самом-то деле, клуб располагает к подобного рода мероприятиями. Они там проходят регулярно. Возможно, мне стоит просто туда как-нибудь сходить. Вообще, я на самом деле не против техно и другой электронной музыки. Я сказал бы, что она мне нравится. И это будет правдой. Поэтому просто иногда как-то не получается выбраться. Хотя надо. Ты, блин, шуточки мои не хаваешь. Ты что такой серьезный? Блин, надо расслабиться, да. Слышь, под дюджей поставь. Ну, ты меня подкалывай что-нибудь, да. Прям напрямую, видишь, я что-то в ночах. Скажи, когда ты уезжаешь обычно с вечеринки? Варианты. Приехал, поздоровался, уехал. Сразу после хедлайнера. В 5.30, когда откроется метро. Утром, когда разбудит охрана. Пока не дослушаешь последний трек, не уезжаешь. Или дождешься своих наушников. Шуточки пошли, да, у нас? Зависит от вечеринки. Если говорить про дейту, то скорее, наверное, я тот человек, который разбудит последнего спящего человека. Ну, как бы, рейвера. Я на вечеринке с самого начала, с момента саундчека и до самого конца. Благо, вечеринка не длится до часу дня или до следующего вечера, как это бывает на других ивентах. Здесь мне повезло. Перспектива есть. Каким ты видишь проект через год? Год – это не такой большой срок. Да, то есть мы все еще находимся в стадии такого бурного зарождения, я так считаю. И концепцию менять я не собираюсь. То есть я вижу дату как фундамент всего того, что я уже себе там намыслил на будущее. То есть вечеринка должна идти. Мы уже это обсудили, что она сплочает людей, сплочает артистов. Мы все понимаем, имеем опыт постоянной игры и так далее. Помимо, конечно же, я вижу, куда идти, и с проекцией, наверное, опыта, и мне хочется это делать. Я все равно вижу, во-первых, развитие многостороннее, как вечеринка. Это, возможно, чуть больше по вместимости площадки. Уже с привозами. И не просто с привозами, а с определенной концепцией. Параллельно я работаю над созданием музыкального лейбла, то есть на... Одноименного. Одноименного, да, он будет называться Data Music. Он уже давно на самом-то деле как бы у меня в мыслях. Я работаю над этим... Ну как работаю? Пытаюсь работать уже, наверное, год точно или года полтора. Были кое-какие перестановки с музыкой, с релизами, какие-то непредвиденные ситуации. Я все еще сейчас ожидаю, там, маленький пазлик для одного из релизов, и мы это дело все запустим. Пауза. Да нормально, что? Спрашивай, что хочешь. Я знаю, у тебя есть несколько релизов на лейблах, RAM, Demand, если не ошибаюсь. Так ты же тоже еще и песни пишешь? Хороший вопрос. Да, релизы есть, не так много, как хотелось бы. Я немножко пересмотрел свой подход к продакшену, потому что... Ну, есть определенные требования, наверное, сейчас к продюсерам. Это в первую очередь качество, то есть нисколько идея, сколько качество. Ну, идея, безусловно, наверное, важнее все-таки остается, но так или иначе, я сейчас работаю плотно как раз-таки над вот этой стороной продакшена. И свой звук. Это, наверное, самая сложная вещь для музыканта. Я не могу сказать, что я еще к этому пришел. Да, в плане диджи-сетов я всегда смотрел достаточно широко. Ну, как широко? То есть через свою призму, да, ну, как-то у меня получается комбинировать, наверное, лавировать между какими-то поджанрами. И в плане продакшена то же самое. То есть я пытаюсь прийти к своему звуку. Вот мучаюсь, какие-то треки специально, вот они, вернее, они лежат в столе у меня, я их не выпускаю, я там каких-то супер близким друзьям могу послать на ревью, да. Как ты считаешь, есть ли какая-то формула, сколько времени позволительно затратить на один трек? О, ну, формулы, наверное, нет. Все работают по-разному. Кто-то делится тем, что, например, написал трек за один подход, и он весьма удачный. Кстати, часто бывает, что если идея рождается, и ты сумеешь ее подхватить быстро, реализовать, потом еще дотянуть по звуку и так далее, ну, часто я слышал, что трек действительно стреляет. То есть как-то это может работать. И наоборот, соответственно, когда ты работаешь над треком полгода, он может просто оказаться безидейным, вылизанным треком. Какой был вопрос? С кем ты успел поколабить? О, поколабить много с кем успел. Со своими, наверное, друзьями из Владивостока в первую очередь. Это с Нойлом, с Искалерсом, с Андреем. Со Славой Куганом, некогда известным как Breaks Head, Breaks, тусовки. MC. Да, ну вот, это один был из проектов, который вышел на демант. Когда мы привозили MC MC во Владивосток, я ему предложил поработать, он согласился, у нас была заготовка. С Андреем мы ему кинули, он записал читку. И трек, потом ее Ноэл еще чуть-чуть подделал, и трек вышел на демант. И как-то так успешно вышел. То есть он лежал так же, неподписанный года два. Его уже тогда по чуть-чуть поигрывали некоторые диджеи. Там Хрома есть такой проект. Из суперизвестных это Спай. Спай был первым, кто стал играть в Dreams, и играл его два года до релиза. И сыграл его в BBC Radio 1 Essential Mix у Пита Тонга. И сразу спустя две недели после этого был релиз. И владелец лейбла Карлос сказал, что, ребята, я вообще не ожидал, что трек сразу залетит в топ-10 битпорт драм-он-бейс-чарт, да, и, ну, как бы, так стрельнет, что на виниле вышли два другие трека Андрея, только Андрея, а наш коллаб вышел в диджитал. И он говорит, если бы я знал, я бы его, конечно же, на винил записал. Ну, в общем, как-то так, такая история. Вот, но сейчас, да, сейчас еще раскрою маленький секрет, что на Data Music выйдет два наших коллаба с Noil'ом, свежих. Мы начинали их тоже во Владивостоке, и потом я их уже доделывал здесь, в Москве. Ну, а так, все остальное это соло пока. Также я делал ремикс на Electro Soul System, кстати, большой ему привет. Вот, и у нас лежит там какой-то, наверное, недоделанный коллаб с моей стороны. Прости, Андрей, когда-нибудь я его, наверное, доделаю. Ты, наверное, знаешь каждый драм-н-бэйс-трек и с легкостью сможешь распознать его, как Шазам. Не знаю, если это треки из 90-х, я за фейлю точно. Предлагаю проверить. Можно проверить, давайте. Силва Блэйд, Диллинджер. Ах ты! Да тут по интро можно угадать, это шепик вообще на все времена. Вырезан из Blade Runner. Да. Ну давай, удиви нас своей селектой. Ну, хорошо. А это? Follow the leader. Три секунды. Так. Каликс, тебе. Это легкий, легкий вопрос. А так? Вот это посложнее. Или не знаю, или пока не знаю. У тебя есть время. Я говорил, что с old school у меня не так все хорошо. Не знаю. Это дроп? Ну, в общем, это NDC, Randall. Засчитан. Fail засчитан. Ну, это, я думаю, легко. Давай. Сейчас. Давай, давай. Я понял. Силикон. Нозе. Да, просто интро часто, диджейская проблема, что ты интро проматываешь и начинаешь сводить с другого квадрата. Ну, это Диллинджа. Название. Я даже помню, как он звучит. Название. Never believe. Очень хороший трек. Его, кстати, по-моему, кто-то играл не так давно. Ну, Боба-ремикс на... Это точно Боб? Рубероид. Абстракт элемент с Рубероидом. Сейчас. Знаю точно. Ну, это суперизвестное. Просто я забыл. Сейчас, 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 сейчас. Стакой SkyNet. Дикой. Пока не знаю. Не, не знаю. Врать не буду. Это фичер-пат пластик. Круто. Да. Не, не жданчик. А мы, типа, вообще без правил, да? То есть, можно прямую бочку... Нет, правила есть. Все в рамках контекста. Есть второй вариант. Террорист. Yes. Yes, да. Amen, brother. Да, брат. Какие планы на следующую вечеринку? У нас день рождения. 14 декабря мы везем впервые в Россию Drum'n'Base проект Amos из Великобритании, из Лондона. Проект, за которым я достаточно давно слежу, чьи треки я играю, люблю. Вот. Ну, вариантов было, естественно, масса, да? Ну, у нас есть тоже, как я уже говорил, своя экономика, свои ограничения какие-то и возможности. Сегодня это Amos, завтра это может быть кто угодно. Что-нибудь хочется сказать, что не жопти денег на билет? Ха-ха-ха. Да. В общем, да. Так. Сказать, типа, чуваки, твою мать, не гоните. Ну что, Юр, спасибо тебе. Не знаю, спасибо всем вам и всем, кто ходит на вечеринки промо-команды Data. Жду вас всех 14 декабря. Будет классно. Впереди еще январь. Он уже почти запланирован. И там тоже будет все круто. В общем, приходите, подписывайтесь на наши паблики. Все по классике. Там лайк, репост, share, все дела. Все, пока. Да, увидимся. Пока. Пока. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok